Доброе утро! Я уже сделала вакуум, выпила стакан воды. Сейчас буду готовить завтрак своим мальчишкам, а потом себе. Себе хочу кашу с белком, а детям сейчас что-то очень вкусное. Ну, надеюсь, что им понравится. Детского завтрака я уже натерла сыр. Сейчас сюда еще мясо отварной утки добавлю, зеленый лучок, соль, перчик. И буду заворачивать все это в лаваш. Вот начинка для лаваша. Здесь сыр, зеленый лук и мясо утки. Сейчас все это перемешаю, ничем не буду заправлять. А сейчас, потому что мне кажется, что будет все равно сочно достаточно, потому что сыр расплавится. Вот. И сейчас все будем заворачивать в лаваш. Смотрите, со второго раза у меня получилось. Такой вот треугольничек я разрезаю лаваш на полосочки. И вот такой вот треугольничек получился. Но это только со второго раза, с первого раза получилось что-то непонятное. Поэтому сейчас буду делать такие треугольнички и их обжаривать. Вот я прямо ножницами лаваш разрезала на три полосочки. Вот это средняя, вот это вот крайняя. Нужно у нее, я немного срезаю вот это вот, чтобы был ровный треугольник. Здесь край достаточно ровный, здесь не буду срезать. И буду в каждую полосочку сейчас заворачивать. Сейчас покажу на вот этой средней, потому что у нее все равно ровно. Так, кладем начинку. Теперь в уголок как бы закручиваем. Сейчас главное понять. Вот так вот соединяем. Теперь в эту сторону. Сейчас мне одной рукой неудобно. Сейчас буду все придерживать. Надо завернуть уже так, чтобы ничего не вываливать. Теперь вот просто вот так вот заворачиваем. Такие вот треугольнички. Вот здесь чуть сейчас подрежу. Все, будем обжаривать. Сейчас все заверну. Достала вот этот свой гриль Синтек. Ну, не только гриль, там еще какие-то у него насадки. Но главное, что нет этой вафельницы венской. Поэтому я очень жалею. Но на гриле сейчас буду обжаривать вот эти вот треугольнички. Сейчас я их сложу. И все. И будем ждать. Накрываем и ждем. Я себе готовлю завтрак. Овсянка. Чуть молока добавила. Здесь обжариваются уже детям. И вот штуки они не будут слишком с полосочками. Потому что они ничем не промазаны. То есть здесь масла нет. Так, сейчас еще наложу. Сюда. Сюда так закрываем. Здесь у меня белок. Сейчас буду взбивать себе для каши. Белок взбит. Мне сейчас останется добавить в кашу немного какао. Я ее выключила, потому что она так сильно кипела. Сейчас добавляю сюда немного какао. И перемешиваю. И добавляю белок взбитый. И все. И будет вкусная каша, как шоколадный мусс. Немного здесь сахара есть. Так, здесь около двух чайных ложек какао. Сейчас все хорошо перемешиваем. Блин, как это вкусно пахнет. Все, какао растворилось. Сейчас я все это выключаю. Выкладываю сюда белок. Все это немного перемешиваю. Вот вкусный-вкусный завтрак будет меня радовать. Эта каша превращается в мусс. Здесь как будто немножко белка будет. Это тоже шепчет. Съешь меня, съешь. Сейчас еще немножечко и будем кушать. Сейчас пару минут так настоится. Я буду завтракать. А дети еще спят. Не буду их будить, потому что каникулы... Ох ты, нифига себе, я их подрумянила. Горячо. Сейчас еще разок. Доброе утро, мальчишка. Гриша собирается на рыбалку. Собирается с тобой взять эти... Но этот самый горячий. Я его только достала. Возьми вот эти. Они не такие горячие. Мама, а если я еще собираю взять Антошу, так Антошу даже в пакетик положишь? Да, ну как тебе? Гриша свой завтрак берет еще с собой. На рыбалку. Твое. Твое, твое. Если что, будем на мясо щит выривать. Давай. А у Гриши там уже... Мам, когда мы уже в 37-й школе с тетей Любой были, у меня папа бьет, уже почти близко. И он в девяток улетит, а я прыгаю, но я там в зале. Угу. Это ты про футбол говоришь, да? А то я уже испугалась. Думаю, когда это тебя папа бьет. И достаю это... В руки прям... Мне он прям не пробьет. Так, завтрак, завтрак. Вкусный завтрак. Башка говорит, а где вы такие штуки купили? А мы говорим, мы не купили, мы их сами приготовили. Как раз. Что, шапка? Да. Прикольная. Это папа. Вообще. И мне подходит. И мне. Так, давай, одевайся, а дети сразу идут на рыбалку. А потом еще чего? А потом еще там дали задание, да, Анатолий? Анатолий, сегодня три сделать задание, да? Завтра два, а потом один. Хорошо. Я тут сразу приготовила все для ужина и для обеда. Здесь у меня мясо. Я сделаю из него фарш. У меня будет ленивая такая, как запеканка в духовке, как ленивые голубцы. Что-то такое, в общем, запеканка с рисом, с капустой. Здесь у меня варится... Как хорошо, что у меня муж разделывает мясо. Видите, какая кость. Еще там кусочек мяса на кости. Это все было мясо на кости. То есть он все так разделывает, что любой кусочек я обрезаю и могу сразу второе приготовить и первое. Здесь будет вариться бульончик. И я приготовлю суп с клетками или с галушками, мы его называем. Здесь уже сделала себе такую пасхальную композицию. Воду, чтобы пить не забывать. И чтобы она была комнатной температуры, не очень люблю холодную. Нарциссы искусственные. И, кстати, семена льна тоже поставила, чтобы не забывать. Потому что забываю все время в салат добавлять. Надеюсь, теперь не буду забывать. Пока варятся кости, я пошла, мыла голову. Сейчас приведу себя в порядок, чтобы быть в отличном настроении. Потому что я вчера поняла, как только я не выгляжу, как мне более или менее нравится. Ну, кому-то и так не нравится, но это личное дело каждого. Вот. То я не в том настроении. И у меня вообще заряд другой внутри. Поэтому сейчас заряжаемся красотой. И идем готовить обед и ужин, чтобы после обеда помочь родителям на огороде. Ты что ему тут учишь, брата? Я ему говорю, знал бы ты, как находить периметр и площадь, я бы тебя заставила вот эту прямоугольник найти площадь. Да? И периметр тоже. Наташа, в общем, делает задание. Ему листики выдали. Так, это, подожди. Сколько это? Три. Подожди. Да, я сам узнаю. В общем, так приятно. Короче, здесь, 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 и здесь, и здесь. Сразу, значит, рисунок. Одну померила, и сразу, значит, рисунок. Ты же ему хоть объясняешь, как? Я сам знаю. Здесь уже поставила воду для того, чтобы рис сварить. Опять пакетик риса для голубцов ленивых. Здесь уже сварился бульон, я сейчас его процеживаю. Я начистила овощи для супчика. Сначала приготовлю суп с клетками, а потом займусь сразу запеканкой такой ленивой. Так что, начинаем. Ну что, я почти сварила галушки. Они у меня сегодня с гречневой мукой. Ну, я немного и пшеничной добавила. Вот, принесла немного вот такой вот гречневой муки. Поэтому они вот такие вот, немного темные. Ну, надеюсь, что детям понравится. Все, сейчас пойду нарву петрушечки. И еще чеснок сюда добавлю, и петрушку. Сейчас я петрушки-то нарву. Пойду суп доделаю и займусь запеканкой. Все, детям уже наложила, чтобы немного остыло. Супчик, хлеб, в принципе, все. Компот не успела сварить, сварю немного попозже. Сразу буду готовить ужин. Приготовила уже мясорубку, сейчас буду все молоть мясо. Вот, все остальное нарежу. Я уже перемолола мясо. Проталкивала его черным хлебом. Сейчас пакетик риса тоже отварила, он уже подостыл. Соединю мясо с рисом, посолю, поперчу и добавлю еще сюда, наверное, лук. Смотрите, получается, что мясная составляющая у меня готова. Осталось сделать подливку и начистить капусту. Поэтому сейчас займусь подливкой, уже разогреваю сковородку. Лук, морковку, томатную пасту и сметану. Буду сюда добавлять. Я, как всегда, совмещаю приятное с полезным. Значит, здесь у меня что? Сверху сметана, томатная паста. Что? Немного томата. Лук, морковка. А под этой заливкой я нашинковала капусту и фарш. Фарш, капусту, лук, рис. Там все это перемешала. Сверху залила вот так заливкой. И сейчас отправлю в духовку. Не знаю даже, на сколько минут. 180 градусов поставила. Вот видите, здесь. Мне снизу фарш, сверху заливка. Так что вот сейчас это все будет запеканка такая в духовке с капустой. Должно быть, ну, мне так кажется, что сочно. Так, а мне сейчас по моему плану убрать на вот этой вот полке, где у нас куча чашек. Во-первых, я хочу помыть поддоны. Хотя мы ставим туда достаточно сухую посуду. Все равно что-то капает. Вот они... Блин, даже достать его не могу одной рукой. В общем, видите, там есть вот это вот. От того, что у нас такая вода жесткая. Вот это все хочу помыть. Здесь протереть и перебрать чашки, которые не нужны убрать. Которые мы не любим. Скорее я бы сказала. Потому что у нас есть у каждого любимая чашка. Есть те, которые стоят, мы ими не пользуемся. Поэтому сейчас здесь переберу. Потому что боюсь, что эта полка когда-то рухнет от такого количества чашек. Для семьи из пяти человек. Но я себя утешаю тем, что у нас посудомойка. И мы пользуемся чашками, которые тут. В то время, пока другие моются в посудомойке. Вот я помыла уже противни эти. Сейчас их поставлю на место. И перебрала чашечки. Вот остались. И вот эти вот, наверное, в камышеватку отвезем. Ну, потому что их у нас чересчур много. Мам, зачем мы вот эту? Ну, она тебе нужна? Я тебе ее поставлю. Ну, Таше, еще надо вернуть вот эту чашечку, да? Какое? Это это тебе? Да. Хорошо. Вот это возвращаем. Так нормально? Да. Да, все хорошо. Хорошо. У нас пошел дождь. Поэтому мне даже пришлось одеть теплую куртку. Если честно, ветерок какой-то прохладный. 9 градусов. Вот сейчас показываю. Вот так прохладно. Так что еду. Такая вот запеканка мясная. Ну, как ленивые голубцы. Сейчас будем ужинать. Возле школы? Так, муж мне сказал, что запеканка обалденная. Так что, если что, то готовьте. Я сейчас еду. Несмотря на то, что Афоня уже дома. Мне сейчас, так как я в родительском комитете, нужно прямо по списку купить в детский сад. Там мыло детское, пакеты мусорные. Так что, я сейчас еду, все куплю. Вот так кто хочет... Нет, Степ, я не беру заказы. А как у вас будет день рождения? У меня же день рождения, Степ, 28 апреля. Ну, а ты 27-го все раздай? Ну, нет, Степ, я так не готова. Степ, ну доставай сегодня банан. А где банан? Коля! Сейчас, папа. Так банан хотела. Оле. Кто тут ходит? Иди ко мне. Коля. 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 Коль, иди ко мне. У тебя же нет бананов. Девочки, привет. Да нет, это школьная. Выкинь ее, пожалуйста, внутрь. Родня, она раздражает детей. Дай выкинуть. Родня, ты тарикман? Привет, сынок. Что это вы тут делаете, молодой человек? Идем и пьем. Да? А почему? Что за праздник у вас? Что, Атоль? Я доверяю. Я доверяю. Я доверяю. Я доверяю.